В Артемовском городском округе продолжается подведение итогов работы различных предприятий, организаций и учреждений за прошедшие 12 месяцев 2015 года. О результатах деятельности отдела субсидий муниципального бюджетного учреждения Артемовского городского округа Центр по расчету и выплате субсидий и приватизации жилья рассказала руководитель отдела субсидий Ольга Черезова. За 2015 год субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг получили 3363 семьи. Сумма начисленных субсидий составила 43 758 000 рублей. Из них с доходом ниже прожиточного минимума 1084 семей на сумму 28 845 000 рублей. С доходом выше прожиточного минимума 2279 семей на сумму 14 913 рублей. Среднемесячный размер субсидий за 2015 год составил 1509 рублей 25 копеек. Доля получателей субсидий от общего числа семей, проживающих в Артемовском городском округе, составила 13,3%. Нужно отметить, что далеко не все семьи, претендующие на данные льготы от государства, получили желаемые компенсационные выплаты. Так, например, в прошлом году было отказано выплате 1394 семьям. Основная причина отказов в предоставлении субсидий – низкие региональные стандарты в межотопительный период. То есть у нас региональные стандарты в 2015 году претерпели значительные изменения. Значит, теперь мы считаем субсидии как бы на два периода – межотопительный период и отопительный период. И, значит, если на отопительный период субсидия как бы немножко стала больше, то на межотопительный период расчеты таковы, что те граждане, у которых средний доход выше прожиточного минимума, уже субсидии не получают. Наблюдается тенденция отказов в предоставлении субсидий и по причине наличия у артёмовцев задолженности за жилищно-коммунальные услуги, в том числе и по неуплате взносов за капитальный ремонт. Приостановлено выплат субсидий в 2015 году по причине наличия задолженности 82 заявителям. Возобновлено выплат 35 семьям. Прекращено по причине несогласования сроков оплаты задолженности либо непогашения задолженности 47 заявителям. В Артёмовском городском округе в прошлом году зафиксировано снижение объема выплаты субсидий. Данное обстоятельство объясняется несколькими причинами. Одна из них – изменение региональных стандартов, которые были скорректированы правительством Свердловской области в мае прошлого 2015 года. Также повлияли на снижение объема предоставляемых населению субсидий некоторые изменения правил предоставления субсидий и компенсаций. При сравнении фактических расходов за жилищно-коммунальные услуги с размером субсидий, значит, из фактических расходов сначала вычитается сумма компенсации полученной, затем уже на разницу предоставляется субсидия. Это также уменьшает размер выплаченной субсидии. Подводя итоги года, Ольга Владимировна озвучила общее количество артёмовцев, пользующихся льготами по оплате жилищно-коммунальных услуг. Количество льготников по Артёмовскому городскому округу в 2015 году составило 12 329 человек. Количество федеральных льготников, обратившихся за начислением компенсационных выплат, составило 4 369 человек. Областных льготников 7 960 человек. В том числе 1680 человек – это работники бюджетной сферы. Сумма начисленных компенсаций расходов за 2015 год составила за счёт средств областного бюджета 93 955 000 рублей, за счёт средств федерального бюджета 27 622 000 рублей. В течение 2015 года вновь за назначением компенсации обратилось 3986 граждан. Количество граждан, получивших отказ на назначение компенсации, составило 9 человек. Причины отказов на назначение компенсационных выплат – отсутствие у населения мер социальной поддержки, либо наличие задолженности за жилищно-коммунальные услуги. Кроме предоставления субсидий и компенсаций, Центр осуществляет приём заявлений от жителей Артёмовского городского округа на выплату компенсаций за твёрдое топливо и его доставку. В 2015 году за выплатой твёрдого топлива обратилось 1728 человек. Общая сумма начисленной компенсации составила 7 975 000 рублей. В том числе областных льготников – 1110 человек на сумму 3 717 000 рублей. Также на доставку предоставляется компенсация, на доставку твёрдого топлива начислено 3 миллиона рублей. В федеральных льготников 618 человек получили твёрдое топливо на сумму 1 миллион рублей 9 тысяч, плюс доставка 248 тысяч рублей. В июле прошлого года были внесены изменения в федеральный закон о социальной защите инвалидов Российской Федерации. Эти изменения предполагают выплаты компенсации, которых ранее не было. С июля 2015 года осуществляется начисление и выплата компенсации расходов в части оплаты транспортных услуг для доставки топлива гражданам по категории семьи, имеющих детей инвалидов и инвалиды, при проживании в домах, не имеющих центрального отопления. То есть ранее эти категории граждан за транспортировку твёрдого топлива компенсацию не получали. Кроме того, центром на протяжении 12 месяцев прошедшего года непрерывно велась работа с должниками по оплате жилищно-коммунальных услуг более двух месяцев. Так, в 2015 году 909 гражданам, имеющим задолженность, были направлены уведомления предупредительного характера о возможном приостановлении компенсации в случае непогашения задолженности либо несогласования сроков оплаты. И 534 льготника имели приостановку выплаты компенсации. Напомним, что субсидии предоставляются гражданам в случае, если их затраты на оплату жилого помещения и коммунальных услуг на социальную норму площади жилого помещения превышают максимально допустимую долю расходов в совокупном доходе семьи. Для одиноко проживающих граждан и семей, имеющих средний душевой доход ниже величины прожиточного минимума, это составляет 12%, для граждан, имеющих доход равный или выше прожиточного минимума – 22%. Для оформления документов на субсидии и компенсации расходов можно обратиться в Центр по расчету выплаты субсидий и приватизации жилья по адресу город Артемовский, улица Мира, дом 8.